Игнатий Тихонович, я вам писал, мне очень интересно, чтобы вы мне помогли, если есть у вас возможность такая. Вы человек просвещенный в Библии, и у вас опыт большой, и вообще на своя. Вот я смотрел ваши видео, ваши ролики, ну они мне очень по душе пришлись. Так, у нас все выставляется в интернет, вы не против? Нет, я не против, я знаю. Да, и говорите. Вот у меня такая проблема, как бы. Мне 29 лет, вот я имею семью, у меня трое детей, вот, но я не могу в жизни найти себе никакое призвание. Я хотел бы, как бы, служить Богу и людям быть полезен, но и чтобы в то же время можно было как-то деньги зарабатывать. Ну никак не получается, не сходится у меня ничего. Я вот в церкви в нашей, в храме, служу звонарем 6 лет. Ну как бы это дохода никакого не приносит, но я чувствую, что я людям помогаю, ну как бы, служу Богу тоже, свою какую-то службу делаю. Но я этим не зарабатываю. Ну не знаю, как найти свое призвание в жизни. Может, что-то может себе подсказать, куда мне идти, про что думать, как быть. У вас какая специальность? Ну, я вообще техническое образование. По образованию я радиофизик. А что это такое в сегодняшнем понимании? Ну, в сегодняшнем понимании это специалист в области разных информационных технологий, также всякой аппаратуры, компьютеров, вот в таком понимании. Так как сегодня программисты все работают на этом. Да, Игнатий Тихонович, я знаю, и мне многие даже упрекают в этом, почему ты не идешь работать программистом, там, многие зарабатывают хорошо. Ну, я как бы скажу, что когда я учился, мне это не по душе было. Родители отправили туда учиться, мол, иди учись, и все. Я больше технар, что-то руками делать. У меня отец инженер, я тоже что-то такое, вот машины ремонтирую. Я вот сейчас, допустим, в гаражах работаю, машины ремонтирую. Так, поднимите правую руку на уровень головы, где ваша правая рука? Вот. Вот теперь в эту сторону сдвиньтесь, сделайте, чтобы вместо, вот так, хорош. Это мне необходимо растянуть, тут фотографию просили сделать. Я строитель, строительную техникум окончил. Да, да. После строительства, после окончания направили в органы МВД строго режимный лагерь прорабам. Ну, а когда уверовал, ясно дело, по боку все. Но, однако, у меня специальности. В свободные дни я делал печи. 40 лет печником был. Это очень прибыльная работа, если ты хорошо работаешь. Можно не три ребенка, а 33 прокормить. Я ей советую, могу только то, что самая главная работа, которую Господь проявил, установил, это земледелие. Ухаживать за садом. Вот мы строим деревню. Заработка никакого нигде нету. Но один держит 100 свиней, другого 100 овечек, а у третьего, там, 30 с лишним коров. И каждый живет от этого. Каждую неделю молочники едут, то колят, то птицу продают. Вначале им держали пасеку. Земля кормит. Земля несет нрав всем начало. Тем более, дети для чего? Они для неба, они не твои. Лучшего места для того, чтобы детей привыкли к Богу, вот как мы в деревне, это нельзя придумать. Все верующие, наблюдение, помощь, ни одного мата нету. Учатся все. Девять классов в школе, а теперь в городе учатся. Я к чему говорю-то? Вы в Белоруссии живете? Да, да, в Белоруссии. Ну, я не знаю, как вот. И мы проезжали по Белоруссии. Может быть, это как на дороге так. Мне понравилось. Никого черных не видал. Все свои люди. Батька ваш мне нравится. Александр, у меня от него благодарность. Я ему книги подарил, когда мы проезжали в Белоруссии, в Минске, в Гомеле. Везде полный комплект, 38 томов давал. И у него так. Вы из Белоруссии-то думаете выезжать? Или это ваша родина? Нет, знаете, это моя родина. Я при любых обстоятельствах хочу жить здесь. Я сам родом из деревни. В принципе, я знаю, что такое жить в деревне. Просто сейчас живу в Минске, потому что учился в Минске. И как бы женился, семью обзавелся. А жена у меня городская, и она не хочет ехать в деревню. Вот. Хотя детям нравится. Вы для себя должны знать. Главная работа-то накормить человека. Земледелие. Это коровка, свое молоко, овечка, свое мясо, курочка, свое яйцо. В огороде все свое. А хороший фермер, у него растет пшеница, подсолнечники, свекла, горох. То есть, все он обеспечивает. У нас один фермер в деревне по-настоящему. У него немного, но 450 гектаров. Это гектары. Я знаю, это много. Не пять соток. Вот. И второе, это одеть одежду. Господь дал шкуру. Это то, что одевает. Текстильная промышленность. Готовить, шить, обувь и то другое. Третье, строительство, где скрыться от непогоды. Вот главное, три специальности. Три. Все остальное до поэтов, до писателей, которые с вылезанной чашкой стоят в конце очереди. Кто что даст. Ничего не производит. Нужно работать. И не смотреть, нравится, не нравится. Это не годится. Как оно может нравиться, если ты еще не работал? Я поступал в сельскохозяйственный институт. Пять лет. В сельскохозяйственный я деревенский. А куда? В механизацию. На машине не ездил. Я только экзамены зал и понял, это не мое совершенно. И пять лет я сидеть буду. А в семье десять детей. Нас. Отца с матерью. Я документы забрал и подал в строительный техникум. Закончил. Ну, все. И мне восемьдесят лет будет через неделю. Ровно через неделю. И я питался этим. Везде. Где бы я ни был, это мой хлеб. Куда бы ни поехал. В Москву поехал, просят там, поможешь сделать. Дачи другим строишь. У тебя все время деньги. Ты накормленный. И для себя сделаешь. Вот у нас, которые приехали, строят. Она не хочет, жена. Ну, связал себя. Она не должна хотеть. Если ты голова, не подкаблучник бритый. То есть, у тебя вопрос нет. У тебя бороды нет. Законно тоже жена не слушается. Она не едет. Она свое любит, не любит, выставляет. Потому что ты подкаблучник. По виду. Я никакой... Так вот... Чтобы не было никакой... Нет, никакой убедительной. Игнатий Тихонович, вот я... Проси. Сейчас, подождите. Я не закончил мысль. С ней, вот если вы подошли, она сейчас здесь. Она дома у вас? Нет, она сейчас в роддоме. То есть, она в другом доме живет? Она в роддоме. Родила мальчика недавно. Сейчас в роддоме. Дома нет еще. Ну, вот вдвое выйдете, можно будет поговорить. Вот у нас в России погублено полностью. 21 тысяча поселений. Начиная образоваться, мы пришли на пустырь. Ничего нету. Зарегистрировались. Получили землю. Начали работать. Голодный ни один не ложился. Вчера у нас справляли 28 лет. Мы от города Барнаула 150 километров. Вчера был у нас митрополит. Сейчас я выставляю как раз эти ролики. Закачка идет. Интересно. У каждого в дом охота посмотреть. Бывшие, которые жили наши жители, это наша деревня, бывшая заброшенная. 20 лет был пустырь. Будь я неверующим, еще бы этого не было. Школу, храм построили, дороги, пруды восстанавливаем, рыбу запускаем. У тебя такое поприще, столько работы. Одни друзья вокруг у тебя. Даже враги, которых даже ты не видишь. Понимаете, такая жизнь. Ничего не так. Да, я понимаю. Сейчас пишет сейчас это. Ладно. Ну и вот, значит, думать надо. Я совет могу дать то, что знаю. Совет я не могу дать. Вот иди, специально сесть в артисты, иди там бороться, деньги платят, там, Федор Мелемяненко бьется, там, сотни тысяч долларов дают. Это все не христианское, и не каждый пойдет туда. А идти надо на конкретную работу. И работать так надо, чтобы не просыхал. Вот я работал, у меня выработка там первая в тресте. Я абсолютно неукротимый в работе был. Ни одного перекура. Две-три нормы, я за одну норму, я должен. Сейчас, тройной заработок. Притом на разных работах. Здесь сделал, домой пришли, перекусили, кому-то идти надо дачу сделать. То есть, прибыток со всех сторон идет. Но ты должен платить десятину и заработка. Тогда Бог тебя благословит. А так? А нравится, не нравится? Сажа. Я печень ремонтирую. Сажа. Я всегда грязный. Сажа. Это никакой роли не играет. Пошел, отмылся и все. Деньги не пахнут. Я не воровал. Я своим горбом зарабатывал. И вы так сами обдумайте, какой я могу дать совет. Написано, в поте лица будешь есть хлеб свой. Потеть. Работать надо. А где работать? Как? Вот я про себя рассказываю. В семье 10 ребятишек. Отец инвалид войны без руки. Дали мне 3 рубля. До Барнового доехать 2.30. Осталось 70 копеек. На 70 копеек я должен поступить в институт. Должен прокормить тебя и все. Вот иди работай. Спарта настоящая. И как? Ничего. Идешь и смотришь. У кого что где там не сделано. Вам не надо распилить дрова. Там еще что-то. На рыбалке, на лобеле рыбы продать. Мне питаться надо. Никто мне помогать не будет. А тут пошла стипендия. 26 рублей. 6 рублей за квартиру. 20 мне. Уже 20. Ну 20 рублей это. Но крайне экономно. Вот пожалуйста. Я даю совет свой. Бегу на вокзал. Кому-то чемодана поднести. Что-то сделать. Но я один. У вас семья. Вам она уже серьезную, постоянную работу. А какую? Сами смотрите. Хорошо. Игнатий Тихонович. Вот вы говорите в деревне лучше всего жить на земле. Работать на земле. Но смотрите. Я родом из деревни. Где она сейчас вымирающая. Там в принципе осталось немного жителей. И работы никакой нет. Один колхоз есть. Но в колхозе там немножко живет тот, кто ворует. Солярку ворует. Молоко ворует. И все. Больше ничего нет. Работы в окрестностях. В нашем районе. Там Шарковшинский район. Это самый убыточный в Беларуси район. Там работы никакой нет. В принципе самому себя прокормить можно. Там садить картошку. Там свиней держать. Вот такое. Курей. А вот чтобы заработать. Как вы говорите. Там на дачу кому-то поехать. Что-то сделать. Там еще что-то. Такой возможности допустим нету. Но. Можно там продавать свою продукцию. Например. Вот так вы имеете ввиду. Я никакого совета дать не могу. Я говорю. Как мы здесь делаем. Мы с нуля приехали. Лопата. Ничего нету. Батюшка там курочек бентамских привез. Лопата. Начали скапывать огород. Дальше. Приобрели корову. Прежде там где-то жили в других республиках. Продали дома. Начали покупать лес. Закладывать фундамент. Все. Деревня строится. Дом за домом возникает. Ну и все. По-божески. Это работа. Ничего нету. Учатся. Никогда в руки не брал. Говорят. Это пора. Сам себе рубит дом. А как они? Как раньше? Хабаровск и другие. Как Россия заселялась? Сермаком когда шли. В первую очередь. Защита. Второй. Острог строят. Вот надо смотреть реально. На ту жизнь. Да. Ну я к этому конечно и хотел бы так жить. Но вот вы по поводу жены сказали. По поводу моей бороды. Что я бритый. Да. И подкаблусик. Это все вы правильно говорите. Ну а как из этого, от этого выйти? Я вот хотел не бриться. Отпускал бороду. Но жена очень против. И все окружающие у нас реагируют на это тоже негативно. И у нас, как вы допустим живете в вашей общине. У вас все православные верующие. Все единомышленники. А мы живем в таком миру, что у нас тут православных с огнем с огнем сыскать надо. И никто не поддерживает. Даже из православных говорят, что бороду отращивать это не значит, что быть православным. Это совсем не обязательно. И вот допустим жена тоже говорите, что ну она меня не слушается. Да, есть такое. А как вот установить такой порядок, чтобы жена слушалась и бороду носить. И вот ваш совет. Ну я говорю, как я бы поступил. Я в 62-м году на военный билет, уже с бородой. Военный билет в советское время вещь немыслимая. Обязательно комсомолец, пионерный. Никогда и нигде не соединился с ними. Вот и все. Это вы понесли, тюхтя такой. Медуза на берегу, выброшенной волной. А вот жена что-то сказала. Как она имеет право говорить? А там говорят, это не касается. Ты зайди в иконы, посмотри в храме. Христос с бородой. Апостолы, все с бородами. Услуги, услуг Давыда полбороды обрели. Он их в город не пустил, Иерусалим. Идите в город проклятие. Иерихон, пока не отрастут бороды. А мы идем в небесное Иерусалим. А вот жена сказала. Мнение неверующих людей, Анзатауз, готопист комара, жужжание жука, карканье вороны. Все. И тебя жужжание жука уже испугало. А ты создай встречное течение. Меня вот посадили в камеру. Камера 70 человек. Я один. Я кто такой? Да никто. Я начинаю с первого дня, зайдя в камеру, перекрестился. Мир дома всему. Сразу подошел там вор в законе, пахан. А кто такой? Какая статья дальше? Ежедневно два часа полная тишина в камере. Охранники открывают двери, я два часа проповедую. Утром вставать. Подъем в шесть. Я обязательно в 4.40 должен быть на ногах. И в день, днем. Каждый занимается чем? Следствие идет. А я выпросил уголок, где не мешаю никому. И в день становлюсь на молитву. Примерно пять раз. По полтора часа. У меня день как спрессованный весь. Проповедь. А кто поступал? Никто. Сидели священники, где лежали и все. Меня никто не видел ни разу на горшке. За год. Что я в туалет хожу. Никто ни разу не видел даже. И говорит, он ходит в туалет или нет. Я входил в такой момент, когда все заснули. Никто мне эти правила не давал. Просто я знал архипелаг ГУЛАГ Солженицына, который первый в стране распространил. А как вы знали? Я видел, народ не знает. Это надо делать. Я заплачу тюрьмами, но и сделаю это. Всю страну наполнил архипелагом. Никто Библию не насчитывал. Господь мне благословил. Я ее распространил. Насчитывал на пленке. Катушки были тогда. 12 томов. Златоуст. 50 книг насчитал и распространил. Никто этого не делал. Тем выше награды. Никого не было. Я первый за мной, кто пойдет. Для них начало я положил. Сотни, тысячи людей обратились ко Христу. Я приду к Богу и скажу. Вот я, Господи, и дети мои, которых дал мне Господь. У меня никогда такой вопрос не стоял. Что скажут, смеясь. Вот жена. Да какое она право имеет со мной так разговаривать? Написано. Сара называла его господином. Я для нее господин. Она сказала. Еще она сказала. Это никакой роли не играет. Она вторичная. Она замужем. За мужем. За. Не вперед залазит. Она сказала. Ну, додейная и ересь. Так. Вопросы. Конкретно не будет время зря тратить. Вижу, что ничего не будет. Вы ничего не делаете. Вы ищите причину, чтобы не делать. Я отвечаю. Не то, что я суровый такой, а то, что я знаю. По-другому никак. Вам нужно ломать самого себя. Через колено. Христос говорит, отвергнись себя. Отвергнись, растопчи свое Я. Возьми крест и следуй за мной. Заповеди исполняй. Только тогда. А не тогда, чтобы все сложилось и было. Не бывает так. Мы начинали с нуля. Деревню. Соседние угрожали там тракторами все раздавить. Начальству. Мы устояли. Мы железом обкладывались. Я начальник детского лагеря. 45 лет. Тысячи детей подняли. Ничего, кроме гнобения, не было от власти. Дни-два дня. 45 лет. Это больше, чем полжизни. Чужих детей. Тысячи детей подняли. Ни рубля от государства нет. Единственный лагерь в стране. Неважно, кем выше награда. Мой бог повелел мне. Я пришел сюда. И весь сказ. Понятно. А я вот смотрел ваши ролики по поводу бороды. Вы говорили, что даже таким исповедоваться нельзя. Это откуда такое? Даже хоронить на кладбище не хоронили никогда их. Их хоронили там, где чужестранцы какие-то там. Цыгане или кто. Вы историю не знаете. Я вам скину материал сейчас. И укажу. И вы там прочитаете все, что вам нужно. И там будет обра добритие. Оглавление моей книги к истинному православию. Батьке вашему я подарил эти книги. 40 лет на эту книгу материал собирал. 40 лет. Такой книги больше нету нигде. Ни в интернете нигде нету. У меня материалы все супер уникальные. В пророческом духе. А у меня нет гуманитарного образования никакого. Я технарь. Не имеет значения. Вот я в армии. В это время новый человек приходит. Также срочная служба. Я узнаю, он занимается радиоэлектроникой. Я сразу же у него попросил достать книги. Начал учиться. Никто этим не занимается. Пока в армии был, изучил все политические системы мира. Потом как мне сгодилось. Сразу занимаюсь на трех иностранных языках. Самостоятельно при том. В армии. В армии трудно. Для меня как я по воздуху летел. Стрелять я ружье из рук не выпускал. 99-100 пуля в пуле садится. Отпуск домой. Я не верю в эти трудности. Не верю. Начинает бороться со страстями. Какие страсти? Ну, разные называют. Там это такой, кто гневливый. Если ты родился свыше, семя Божие пережгло все в один момент. 27 сентября 1962 году. Мне в руки дали Библию. Через полчаса я встал с колен. Я на себя, который на колене становился, я смотрю с отвращением. Это не я. Тот умер человек. И началась новая жизнь. А работай на корабле. Ни одного шага без пригляда не сделаешь. И первому человеку, вернувшись на корабль, сказал, живем неправильно. Христос умер за нас. Я должен жизнь ему посвятить. Вы должны выступить решительно против самого себя. Ну, она сказала, жена. Еще две мамы в доме нужны, скажи. Бог так сделал. У тебя борода будет расти нормально? Он скажет, да нет. Так у меня без бороды ненормально. Я муж щина. Я муж и имею щин. И написано еще в раю было. И муж будет господствовать над тобою. А ты в муках будешь рождать. Третья глава. Бытие. А вы сами такое вот распустилось. Там жена сказала на работе. Препятствий нету. Вот меня спрашивают. Вы что делали? Вам были препятствия? А что это такое? Я не знаю. А чем? Вот пенсионер. Вот мне говорю. Ровно 10 июня будет 80 лет. Ну, это уже пенсионный возраст. Моих, которые ровесники, ни одного нету. Один немец остался. И как вы болеете? И чем? Я говорю, а что это такое? Как что? У меня ничего не болит. Я ни одной таблетки не съел. Всю жизнь только тяжести. Рельсы, шпалы. Где работаешь на стройке? У меня три грыжи позвоночные. А я бегаю бегом. Сегодня распятый-ка на голубятин залез. Надо жить интересно, красиво даже в бедности. А это ты стонать так и будешь. Себя сначала подними. Бритву сегодня же выброси. И в следующий раз зайдешь уже с бородой. Жена сказала. Причем она не имеет права, во-первых, говорить. А дальше зачем ты слушаешь ее? Одно на другое. На работе сказали. Ну и что дальше сказали? Выгнали? Твоя награда. Найдешь еще. За бороду меня нигде не выгоняли. А наоборот доверие было. А я работаю не где-то, а в МВД. На корабле. Я не верю в это. Говорят, какие были препятствия. А еще такое. Ну вот бывает не так. Нет, значит, это крепше стоять будет. Как англичане говорят. Дело не терпище, сопротивление не устоит. И весь сказ. И все время молиться. Все время, постоянно, всегда помни. Господь тебя призвал. А раз призвал, значит, он тебя и поведет. Он тебе даст необходимое. И вот наша лестница. Семикратно в день сотница. Три святое и сто поклонов. Семь раз в день. Не считая утренней, вечерней молитвы. У тебя все по-другому. Другое мышление. Другой огонь будет гореть. А у вас все холодное. Мертвое. У меня внутри как огонь пылает все время. И внутри меня был разлитый как огонь. Иеремия говорит. В костях моих. В армии. Я одинаково в армии. Никто не занимается. Ну и тем ничего не значит. Никто не занимается ничем. А я сразу самостоятельно изучаю немецкий язык, английский. Учебники достал. Разговариваю с людьми. Выступаю на их языке. Мне очень интересно это все. Смертельная опасность. Я первый туда лезу. Разрешите мне. Я Горбачеву сейчас писал, что меня пропустили в Сирию в ИДИЛ. Смеяться стали. А то их дело. Они недостойны, потому и смеются. Мне пришла благодарность, но пропустить не пропустили. Я шел на смерть. А это вы только себя пиарите. А это твои мысли не мои. За эти ты слова отвечаешь, а не я. Понимаете, вот вы выдвинетесь из этой толпы. Видно было, что ты избранник Божий. Что ты любую задачу, которую Бог поставит, с Божьей помощью выполнишь. У тебя задача сейчас какая? Быть христианином первая. Родиться свыше. Родиться свыше. Третья глава Евангелия Тиана. А потом все остальное. И не ходи, не стани. Ищи работу. Две-три работы. Не надо было жениться. А раз женился, все кончилось. Теперь воспитывай. Рожаю воспитывай. Учи. А жена не будет ее дела. А она подаст в суд, уйдет, не держись за нее. Она разведется. Не имеет значения. Бог. Я для Бога. Любите Бога всем умом, всем сердцем. А у вас какие-то причины, Бог-то нигде не участвует. Ты Богу места-то не дал никакого, дружок. Ты скажешь, да не могу, да жена против. А Бог? Как Григорий Фимович Распутин говорил, а Бог? Он меня за руку выведет из плена. Я могу об этом говорить. У меня пять тюрем за плечами. Лагерь. 26 лет мучений. И мне радостно. С кем бы не встретился, с генералами, встречаясь, с прокурорами, с мэрами городов, с губернаторами. И прихожу, иду по городу босиком. У меня на ногах ничего нет. Совершенно голые. Голые ноги. Но они смотрят как. А то их дело. Это мое право, я хожу, закаляюсь. А пунктурное лечение через подошву здоровье идет. Видите, у вас потухшее все. А огня никакого нету. Значит, помолись. Попроси у Бога рождения свыше. И водительство Духом Божьим. И каждый день простирай руки. Господи, говори, слушай, трап твой. Что ты мне скажешь? У тебя связи с Богом нету. И ты один заброшенный, молоденький такой. Жалко, конечно. Хлюпик. Аркадий Гайдар. В 16 лет полки в атаку водил. В 16 лет. Так. Вопросы? Спасибо, Господи, Игнатий Тихонович, за такое просвещение мое. Я понимаю, что я хлюпик. Это полностью. Но никак не могу из этого выйти. Понимаете? Все то страсти будет, то еще, что не хватает ревности какой-то по Богу. Не хватает дерзновения. Я не могу к этому еще добавить, кроме сказанного. Это вы, это ваше тело, ваша душа. Во сколько встаешь? По-разному. Вот у нас сейчас 5 часов. По-разному. Да. Никогда. Абсолютно точно. В 4.40. Чтобы было на ногах. Утренняя молитва была, чтобы правила соблюдать. Псалтырь считай. Утром Слово Божие считай. На картоночке напиши. Скотчем заклеить, чтобы было. Стихи писания запоминай. Вырвись из этого плена. Никто тебе не поможет. Златоут говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Что это такое? Она сказала, жена, и ты внимание обратил на эти слова. Ну, тебе должен быть юмор. Ты так ответил ей, чтобы она засмеяться могла. Она поймет, что ты смелый, истинный человек. Ничего не боишься. Страх. Это химера. Лишение помощи от рассудка. Приготовься к искушениям. На этот путь вступаешь. Вообрази на минутку. Вы к нам приехали с ребятишками. Места нет. Ну, дом пока можно дать на время. Нужны деньги. У тебя денег нет. А что ты будешь делать-то? Она корову не любит. Так, я-то не житель. Корову не любит. Молоко. Ребятишки. Корову не держать. А она... Да в городе сколько жило до революции, как сейчас. Все в город тянутся. Ну и сидите. Сейчас, если в Москве что-то случится, говорят, 130 километров только пробка будет. Верхние этажи дерьмом завалят. Все улицы будут. Никто не удержит. Воды нету. А правиться некуда. Здесь все свое. У нас свой колодец. Мы независимы. Электричество нет. Вручную будем делать. Работа есть. А в городе нечего делать. Ну и обманщики. Ну, я вот уезжаю сейчас. Жду продукты, как привезут. И до свидания на 4 месяца. Лагерь пришлось ликвидировать 45 лет. Но третий год мы купили несколько домиков, в которые приезжают люди. И теперь с родителями живут. И Роспотребнадзор нас тронуть не может. Слово лагерь мы истребили. На том месте основали музей-комплекс для бедных лагерей. Как без помощи государств? Я хочу опыт передать. Поднимать детей. Ну, а как работают? Не знаю. Опыт приходит во время... Аппетит приходит во время еды. Поговорка-то. Я не знаю. У меня опыта нет. Я начинаю в интернете везде искать. Вот поехали. За границей не были. А ведь прошито не 2 километра, а 120 тысяч километров. Из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Турция. Это как? Все записал? Как ведут себя? Какие обычаи народов, где мы будем? Я готовился. Сам переплетчик-реставратор. В свободное время я этим занимался. Тысячи томов переплет. И приехали туда. Ничего не сошлось. Они писали для себя. А к нам они забывали нас проверять. Поднимали объятия свои, обнимали нас, целовали и все нам давали. Теперь мы можем сказать, что у нас есть опыт. Огромный опыт. Где мы ночевали? В лесополосах. Взяли собаку. Она стала чемпионом России по защитной карауле на выставках. Это большая работа была из собак. Я когда-то в уголовном розыске занимался. Я где ни возьму, везде опыт. Я его передаю молодым. Надо довольствоваться малым. Жить крайне экономно. А у тебя дети там куда нет? В городе. Куда ребенку быть? А там они играют. Только со старшим идут купаться. Никакой заразы нет. Бегают босиком. Все дети здоровы. Ни одного больного ребенка нет. Вот я еще ни одной таблетки не съел за 80 лет. А другие там ближайшие от больницы пачками глотают и встать не могут. Я после тяжелой операции... Так вот я такой же. А? Вот по поводу болезни. Вот вы говорите, да, здорово. Вот я тоже такой же. Больной таблетки пью, там, лечусь. У меня спина больная, сердце. Мне в армию не взяли, потому что сердце оказывается больное, голова болит. И вот как-то вырваться в городе легче. Тут хотя бы какая-то, не знаю, медицина есть. А там ничего же нет. Сколько лет вам? 29. Еще отрых, 30 нету. В 30 лет мужчины делаются. Больной, еще я могу сказать, не любил себя спортом, не занимался. Занимался спортом. Ну, какой спорта там был? Ты на каждый день встал гимнастикой, занимался плавать, учись, нырять. Вот все спрашивают, кем кто хотел быть? Ты кем хотел быть маленький был? Я хотел быть, вообще машины ремонтировать хотел. Ну, а почему не сделать? Автосалон, чтобы приходили, работал. Но надо знать очень много. Надо очень много знать, да. И образование у меня не позволяет. А я хотел маленьким быть террористом. Ну, я хотел многим быть. Ну, сейчас я понимаю, что я бы хотел больше Слово Божие нести, как-то проповедовать. Ну, я сам не наставлен особо в этом. Я читаю Евангелие, Писание читаю. Но среди наших темных людей даже это, что-то одно слово сказать, это уже что-то будет значить. Но как кому проповедовать? Я на каждой работе, где я не был, я 10 работ уже поменял. Мне 29 лет. Я везде рассказывал про Бога, везде рассказывал, зачем таинства нужны. Люди слушали, ну, и для них вот это уже что-то было. Ну, что-то глубже рассказать я как бы не мог им. Ну, я не начитанный еще настолько. Мне Бог не открывает. У меня вот бабушка была, она в Сибири, она была сослана. 9 лет ей было. 11 лет она там в Сибири пробыла, выжила. Там замуж вышла. Потом семеро детей родила, двое умерло, правда. Вот ее Бог наградил, у нее был дар слова, пророчество она имела. Дар слова, пророчество. К нее приходили слушания. В советское время приходила милиция, постоянно их разгоняла. Они молились. Ну, вот мне кажется, что от бабушки у меня какое-то вот есть такое стремление к Богу идти. Но не хватает, сил не хватает. В этом мир, как в сети в какой-то сидишь, вырваться не можешь. Со всех сторон давит. И не хватает этого дерзновения, ревности не хватает. Вот такой апостола Павла, чтобы выйти всем на площадь и сказать, вот я христианин, вот так надо жить, а всех обличить. Вот я смотрю на вас, вот почему вы мне понравились, почему я вам написал. Потому что я у вас вижу ревность апостола Павла. Вы выглядите даже как апостол Павел. Вот вы так говорите, как гвозди забиваете в доску. Вот я тоже так хочу, но у меня нету ни ревности, ни сил нету. Вот я хочу какую-то помощь получить со стороны. Вот я вам поэтому и позвонил, что вас я видел какую-то силу. Наши священники, они не могут этого дать. Они тоже такие бродобреи, как и я, многие. И у них тоже под женами ходят. И у них тоже нету такой, чтобы сказать, чтобы только так и так. Они и так могут, и сяк могут. И все в этом мире и так, и сяк. А Христос говорит только да, да будет у вас. А нет, нет. И третье это все от лукавого. Вот не получается так. Вот третье у меня, тёща неверующая, тесть неверующая. Они все надо мной давлеют. Все загоняют, детьми пугают. И не получается вырваться. Вот я согласен, что я подкаблучник, что я слабый, духом слабый и физически слабый. Но хочу как-то духом подняться не получается. Хоть какие-то, хоть пару советов дайте, с чего начать. Вот 4.30 вставать, говорите. Подождите, сейчас говорю. Говори. Говори. Воесино воскрес, добрая. Еще. Какой старший? На кого? Ну, так у тебя Ольга-то была, тоже самое говорила. Ольга-то была, Ольга, матушкина-то. Она тоже говорила самое. Ну, вот так. Так, я как раз сейчас разговариваю с молодым человеком из Беларуси. Та же самая история. Так, скажи, что я ее смещаю. Пускай дождь передастся тебе. Она, она самозванка. Смешно. Там оставил девчонку пятилетнюю. Дали в деревне. А она право засела. Я уехал, говорит. Дядя Игнатьев уехал, теперь я, говорит, старшая. Пять-пять лет. Это сейчас смешно. Ну, тоже смешно. Активная. Родители неверующие. Мы из-за хорошей среды. Замордовали девчонку. Одни матерки. А тут она еще не слышит такого. Ну, и вот оставили. Набираем детей. Итак, выход, выход, сами решайте, где. Звонарем. Да что это за работа такая, звонарем? У нас тоже любой подходит, звонит, но это же не работа. Вот, знаешь, как Федор Иванович Шаляпин как-то ехал с кучером. И говорит, кучер, барин, а ты кем работаешь? Он говорит, пою. Да я не про это спрашиваю. Когда выпьем, мы все поем, говорит. Я спрашиваю, работаешь кем? Ну, Длина, вот он в театре работает, поет. Вот такое отношение у народа к пению. Ну, это Шаляпин. Да и действительно, работа, ария. Ну, остальные это. Ну, попел где-то, сходил, да дальше-то работать надо. Кто тебя кормить-то будет? Ты думай, как дать кому, а не взять. Протянуто рукой все время стоят. Блажение давать, нежели брать. Тебе надо работать. Зачем же женился-то ты? Больной. Ну, как женился? Чтоб не блудеть. Ну, ты теперь сам видишь, какой хомут-то. В таком отчаянии сейчас дьявол может научить руки на себя наложить. Не работаю. Больной. Жена, дети сыплются, как горох. И что делать? Не знаю, что делать. Вот вы в этой обстановке. Ну, в первую очередь, что сказал я, то бы сделал. Бритву сразу выбросил. Жене объяснил, в чем дело. Не препятствует. Что она будет делать? Там это уйдет от тебя, не уйдет. Утром вставать 4.40. Сразу гимнастика, молитва. И чтобы работа была, пошел, искал, где-то устроился таскать кирпичи, чтобы обеспечить себя. Я бы лично обстановку изменил сразу. Вот я в камеру прихожу, 70 человек, уголовники. А уже через день обстановка другая. А я один. Чужой человек для них. Уже все. Три человека, которые не курят, моют руки. С 8 до 10 проповедь. Они слушают. Ни один священник это не занимался. А мне это не касается. Я отвечу за себя, а не за себя. В вашем положении. Ну, я просто говорю, как я, по моему характеру. Ну, я бы приступил к работе сейчас. Как только погасит вот наша встреча. И сразу же начал бы. В первую очередь разморжил бы эту бритву свою. И больше никогда станет помолись. Никогда этим безумием не занимается. Блудодейная ересь называется. Блудодейная ересь. Блудничает человек. Ну, и с малого начни. Господь больше верит. Сколько бы ни заработал, десятину сразу неси в храм. Отдай священнику. Вот тогда будет видно. Бог говорит, не пролюли с неба тебя. Благо все. А вот сколько вы получали, не платили вы вор. Святотатес. И воруешь у Бога, чтобы у тебя было хорошо. Ничего себе придумал. А дети трое. Да они не твои. Бог их создал. Ты только свою похоть излил. А Бог образовал жилы, глаза, уши. Дети не твои. Ты их должен до неба довести. Ну, что, не подходит? Не, все правильно. Да, подходит, конечно. Так, все, расстаем. Программа есть. Так, теперь только после 10 октября. Если будете, напишите. Оттуда связи нет у нас. Да я вам и не нужен совсем. Видите, что начинает с парта, сурово. А что ж ты ко мне пришел? Ты знал, к кому идешь? Ты ко мне пришел. Я поэтому иду к вам. Я поэтому иду, чтобы всю правду скажете. Итак, вперед, дружок. Во славу Божию. До свидания. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Отвечайтесь.